Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей настоятельной просьбе мы сегодня свяжем приманку, которая предназначена для поимки поверхностного окуня. Я в процессе изготовления мушки буду объяснять вам и отвечать сразу на вопросы. Но в начале фильма я специально поставил вот такой стримерочек, который работает также по поверхностному окуню достаточно хорошо, но не только по окуню, за счет того, что достаточно плотно намотан ёршик из куриного пера, петушиного, простите, и получается, что у нас он имеет хорошую плавучесть. Поэтому если у вас сейчас при изготовлении того стримера, который меня просили, не будет соответствующего материала, вы можете заменить вот на такое перо. Поэтому давайте мы приступим и с вами уже будем в процессе решать все вопросы. Что касается крючка, каждый раз вы задаете один и тот же вопрос. Вот скажите марку, скажите это, назовите фирму или еще что-либо, связанное, допустим, с качеством этого крючка. Скажу вам сразу, я обычно, вот у меня, чтобы вы видели, у меня находятся абсолютно разные крючки разных фирм, не имеют, допустим, значения и Джексон, и Гамакатсу, и Хаябуса. То есть все-все-все, какие только лишь вот есть фирмы, более-менее понятные, я использую в вязании. Обычно я всегда первым делом беру крючок, а потом я смотрю, что я на нем могу изготовить и смотрю на его качество. Поэтому четко привязываться вот только. Конечно, если вы будете вязать, допустим, мушки, как граб, шримп, крючки вам однозначно нужны, потому что это повторяет личинку бакоплава и всех других личиночек, которые мы имитируем, легче на нем вязать. Вот я взял такой крючок, который мне попался в магазине. Ну, понятное дело, величина не четверочка, хотя, честно вам скажу, можно и с четверки, и с двойки даже начинать, чтобы отсеять мелкого окуня. Обычно окунь, когда кормится, он начинает гонять малька, и за счет этого мы очень сильно с вами выигрываем, можем в приглядку охотиться за нашей рыбой. Поэтому давайте мы теперь начнем. Значит, что я для начала сделал? Подготовил, скажу сразу, вот небольшую такую бусинку взял, которая, если есть, хорошо, нет, тем более не страшно. Без нее тоже в какой-то степени можно обойтись. На качество улова сильно это не отразится. Я это делаю только лишь для того, чтобы более качественная у меня выглядела головка. Если есть возможность ее покрасить, допустим, каким-либо другим оттенком, как я вот красил лаком, поэтому возьмите покрасьте, это несложно. Но не огружать. Бусинка у меня пластмассовая. И давайте приступим. Что нам еще понадобится? Вы каждый раз спрашиваете, вот такой клей, друзья мои. Не обязательно, что вы будете бегать и искать вот такой гелевый клей. Можете взять любой клей, который вот секунда, момент, как называется, чтобы он более качественно у нас держал материал на цевье. Обязательно я промазываю цевье с расчетом того, что мы с вами будем использовать достаточно скользкие материалы. Нить я беру где-то порядка 6.0, может даже и 3.0, потому что мне сложно ее сейчас классифицировать. Я ее распускал уже достаточно давно, но с расчетом того, что у меня имеются вот фабричные такие нитки, она где-то приблизительно близка к 3.0, но крепкая, белого цвета. Можно белую, зеленую, коричневую. И хорошо проматываем цевье, так как окунь заглатывает иногда достаточно глубоко, и нам тяжело вытащить иногда будет крючок. Что касается крючка, опять переходим к этой больной теме. Вот мы с вами захотели изготовить вот такую приманочку. Если мы возьмем крючок, у которого цевье будет покороче, естественно, нам неудобно будет вязать головку, так как мы с вами будем стример изготавливать, как я их классифицирую, из семейства мадлеров. Но головку, естественно, подстригать мы не будем в том стиле, как используется при изготовлении таких приманок. Поэтому нам необходимо, вот где находится нить, закрепить хвостик, и вот оставшаяся половина цевья, мы должны с вами сформировать хороший ершик из оленевого меха. Подойдет мех. Я вот вам покажу специально, так как скажу сразу, и вы меня просили. Нет глупых или бессмысленных вопросов. Для каждого человека что-то да непонятно. Обычно, вот вы видите, у меня мех косули. Длина этого меха где-то порядка до двух с половиной сантиметров. Это средний такой мех, который годится практически для всего, за исключением только лишь определенных изделий, как вот я делаю там мышь или еще, или жуков майских подстригаю. Мне необходим мех длиной более трех сантиметров. Поэтому, если у вас имеется мех оленя, он, естественно, длиннее. Мех лося, он жестче, и скажу сразу, для вот такой величины мушки, он годится, можно использовать, но желательно использовать вот такой мех. Меня спрашивали, как улучшить, вот чтобы не было ломкости меха. Держите его в холодильнике, где, допустим, находится влажность постоянная, и мех у вас тогда не будет пересыхать. Он трубчатый, и практически вот тот воздух, который в атмосфере, он находится вот в нашей этой колбочке. И давайте теперь приступим. Теперь я отрезаю приблизительно для себя вот меха, вот такой ширины полосочка, чтобы мне можно было за один проход ножницами взять то количество меха, которое я смогу удержать в своей щепотке пальцами. Если мы будем брать приблизительно вот, как говорится, вот такой кусочек бесформенный, то нам придется потом кусочками вот так выбирать, и это крайне неудобно, будет большой расход и отход нашего хорошего меха. Что нам понадобится еще? Значит, если у вас имеется, вот как я уже показывал неоднократно, это вот все отходы вот тех перьев, пуховая часть, которая остается в петушиных. Разных цветов, разных оттенков, я их не выбрасываю, и всегда я использую для изготовления и нимф, и стримеров, поэтому нет того материала, который желательно сразу взять и выбросить. Вот он нам не нужен. Понятное дело, что такого количества, что там коробочки уже забиты, держать не стоит, но самое лучшее желательно отбирать. Теперь все, клей наш уже подхватился на цевье, и мы с вами можем приступать дальше для изготовления. Принцип работы этого стримера, как я его задумывал, в принципе, это работа Red Tag, настоящего мокрого Red Tag, который хвостик делается из шерсти, за счет чего он намокает, и у нас мушка становится вот так вертикально. Поэтому и наш с вами стример для поверхностного окуня будет выполнять почти ту же самую функцию. Нам необходимо совсем немножко обозначить вот красную ту часть, которую огонь будет на нее реагировать. Я подровнял по длине, вот так, пуховую часть нашего пера, и не отрываю, так как у меня потом появляются вот эти бородки, которые потом необходимо отрезать, подравнивать, а сразу вот так с ости беру и отрезаю. Все. Как вы видите, у меня пучок, я его держу крепко, остался так, как есть. Слегка увлажняю пальцы, теперь сжимаю. И у меня аккуратненько кисточка получилась из неровного пера, который находится на асте. Все. Удерживаем. Выбираем длину нашего хвостика. Он должен быть, ну, значительно меньше длины. Мы должны только-только обозначить вот ту красную точку, за которой будет гоняться наш окунь. Но не забываем, чтобы мы не заходили за середину вот того тела, которое мы с вами запланировали. Значит, что у меня длиннее. Я беру, отрезаю остатки. И желательно отрезать вот так на косую, как у меня, чтобы не было вот тех ступенек, которые, как всегда, образуются у нас при вязании материалов. Как вы видите, я притяжной петлей подхватил, не отпускаю. Потом только лишь, вот я отпустил между пальцами нить, и я уже обозначил точку, где у меня будет находиться мой хвостик. Как вы видите, никто никуда не убегает и уже все находится на своих местах. Можно оставить. Слегка движемся вот такими шажочками. Приминаем наше перо и мы видим, мы четко остановились в том месте, где должна у нас находиться уже будет наша голова, нашего стримера. Опять возьмем немножечко клея. без фанатизма. И добавим на место крепления. Значит, можно изготавливать полностью из отходов вот таких пуховых пера. Но я буду изготавливать с расчетом того, что у нас рыбалка у меня, допустим, будет происходить в определенных условиях. И мне необходимо, чтобы значительно дольше оставался на плаву, а не сразу у меня тонул мой хвостик. Поэтому я буду использовать еще мех песца. Поэтому я возьму буквально небольшую щепоточку для раздражения нашего окуня. Вот здесь я оторвал, так как мне было удобно. и отрежу сразу эти кончики, чтобы не было никаких ступенек. Также вровень с нашим красным хвостиком притяжной петлей подхватили. Вот все, кисточка у нас готова. Мы добавили достаточно раздражителей для окуня. Переходим к хвостику. Можно, допустим, использовать и красный мех, и, допустим, использовать морковку серой, малиновой, любой, какой вы захотите. Но с расчетом того, что у меня имеется вот такой длинный мех, который не всегда годится для вязания мушек. Он сам по природе уже очень такой, как вы видите, покрученный, а не ровный. Поэтому мы подбираем с вами длину нашего хвостика. И возьмем теперь ровно то количество, ну, как вам сказать, то количество. Давайте я буду вам показывать, допустим, эту уже кисточку, вот как я выбираю. Несколько длиннее получается у меня всего цевья крючка. Это очень много. Мы с вами потом вынуждены будем еще с вами его немножечко подстричь. Но приблизительно по толщине, если вот я беру его вот так вот скручиваю, то это как гелевая ампулка, ну, значительно тоньше, чем карандаш. Отрезали. Удерживаю я его вот так в руках. Теперь перехватываю. Смотрю, как у меня кончики. Если мне, допустим, мне нравится вот эта часть, я ее беру, как вы видите, просто вот взял, убрал и выбросил. Те, которые мне не нужны. Мне нужна вот такая вот ровненькая кисточка. После этого я перехватываю уже прохожу две трети длины моего меха и уже перехожу вот к этой пуховой части. И теперь я убираю вот эту пуховую часть. Убираю, но не выбрасываю, потому что это тот дабинг, который нам всегда нужен в нашей работе. Без фанатизма, если даже останется немножечко определенное какое-то количество, это не страшно. И теперь мы должны вымереть. Длина должна составлять, ну, будем говорить, почти длину цевья. Вот я приложил, посмотрел, меня вот такое количество, допустим, устраивает. Теперь я беру обязательно для крепления, чтобы не было вот этой ступеньки, потому что мы с вами будем крепить буквально вот сантиметр этого меха, я должен его подрезать слегка вот так накосую. Вот у меня вышла вот такая конструкция. Буквально миллиметра 3-4 я не дохожу до основного моего меха, той точки, где мы будем с вами крепить. Опять точно так же нанесли на место крепления. И я беру теперь промазываю мех песца. Убираем. так как мы уже с вами вымеряли длину, нам остается только лишь приложить на место крепления. И вот в точке крепления опять так же притяжной петлей в одной точке не делаем никаких нагромождений. Вот мы подхватили с вами, посмотрели как у нас будет вся конструкция смотреться. Меня вполне все устраивает. Следите за тем, чтобы никуда не утянуло наш мех. И аккуратненько. Как вы видите, у меня сами кончики выходят за ту часть, где мы будем с вами изготавливать головку. Убираем. Они нам уже не нужны. Все. Я пока не проматываю, чтобы не было нагромождения нитки. Перехожу к блестящим нашим элементам. если у вас имеется какой-либо старого образца такой люрекс. Или у вас имеется пленка, которая от елочных наших всех мишура была. Можно ее использовать. Она недолговечна, но по крайней мере вам доставит радость первые дни рыбалки. Я использую хороший плоский люрекс. фирма не имеет значения. Почему плоский? Потому что будет путаться у нас в мехе песца. Прикладываем. Значит здесь количество его подберите для себя сами, потому что если будет очень много вероятность хорошая поклевки щуки, которая тоже реагирует хорошо на наш вот такой стримерок. Слева, справа и я вот сразу вот так переламываю и укладываю себе с другой стороны. Много его не будет. И закрепили остатки. Вот эти петельки, которые у меня образовались, я сразу разрезаю. Все. Достаточно. Теперь я могу окончательно закрепить материал. Значит нам еще с вами понадобится немножко, совсем-совсем немножко даббинга, синтетического. Если его нет, можно, допустим, его использовать и в качестве другого материала, использовать кролика. Но желательно, конечно, чтобы это был синтетический материал, так как он уже вот с этой точки нам желательно использовать материалы, которые не очень сильно намокают. И теперь уже окончательно подхватили. Как вы видите, ступенечки у нас нет. Достаточно хорошо. И теперь вот тот момент, который я вам говорил. Вот крючок у меня где-то шестерочка. Если вы возьмете, вот он у меня стал уже восьмерка за счет вот этой полезной площади, которую мы с вами уже украли. Мы берем, продаются вот такие всевозможные наборы. Спектродаббинг. Есть они и такого вида, и бывают в коробочках, бывают вот в таких коробочках, как я уже показывал. Это не имеет никакого значения. Нам необходим, почему оранжевый? Это вот та точка, которая желательно, чтобы была обозначена для нашего окуня. Точка атаки, как ее всегда называют. Немножко, чтобы у меня не сильно разбегался мой даббинг, я промажу ваксой. Значит, как я уже говорил, я использую, вот я выпросил кусочек вощины и использую в качестве ваксы этот материал. Можно использовать, у меня имеются вот остатки церковной свечки, которая, как вы видите, она несколько хуже, так как в нее уже добавлены другие компоненты. Теперь очень важно опять без фанатизма слегка нанести клей вот там, где мы с вами будем крепить наш даббинг. Чем крепче будет наш стример, тем дольше он нам прослужен до первого касания, как я вам говорил, потом прокручиваем и уже более аккуратненько рядышечком виточек к виточку стараемся уложить наш даббинг. Добавим еще немножко. Цвет можете подобрать для себя сами, это не столь принципиально. Красный, оранжевый, розовый, желтый, понятное дело, что таких раздражающих тонов. Поэтому я обычно под шерсток, когда работаю, не выбрасываю, у меня почти всегда остается даббинг для изготовления. Все. Вот мы с вами подготовили ту часть, которая нам необходима. Теперь мы переходим к основному моменту. Маглеры обычно вяжутся с формированием определенной какой-то опушечки, чтобы можно было потом выстригая головку, иметь воротничок, бортик, кто как его называет. Поэтому вот здесь желательно было бы использовать более длинный мех. Но с расчетом того, что как вы видите, вот я приложу свой мех и у меня не совсем получается вот эта шейка будет красиво с моим воротничком, я буду выполнять немножко по другой технике. я вам ее сейчас покажу. Я беру совсем-совсем небольшую вот неудобно обычно это надо делать на столе, но так как мне надо показать, вот я беру небольшую такую вот щепоточку, приблизительно как ампулка по толщине, отрезаю за один раз все вот которые поломанные я убираю и не отпуская я беру ступку. Желательно, конечно, чтобы она у нас была небольшая, вот такая маленькая, но как я вам уже рассказывал, можно использовать, я зачастую использую вот две гильзы, подходящие по калибру. Нет, можно в пробирке в любом удобном удобной трубке, которая позволяет хорошо скользить нашему меху. И подровняем. Подровняли. Оставшийся, допустим, который у нас мех поломанный или который плохо у нас в ступке подровнялся, необходимо вытащить и убрать. Вышла у нас вот такая симпатичная кисточка. Удерживаем ее сразу. Опять же, удаляем вот это все, что у нас здесь мешает, поломанное. Перехватываем, промеряем длину. Она должна у нас приблизительно слегка заходить за загиб или быть вровень загиба. Почему заходить? Потому что мы когда сейчас, вот смотрите, я приложил. Как вы видите, у меня кончики не совсем ровные, желательно их сразу все подровнять или подобрать по длине мех, который был бы длиной 2 см. Подвожу к этой точке. Оставляем. Кончики должны быть одинаковые по всей длине. Беру вот ниткой, вот так подхватил и не отпускаю. После этого я беру, перехватываю, становлюсь немножко ниже и проматываю немножко вперед по своему меху, чтобы он у меня не растопоршился спереди. И теперь я беру, уже окончательно возвращаюсь к точке крепления и начинаю вот так подтягивать. Подтяну. держим его в одной точке, не даем ему никуда уйти. Отпускаем. Так как мы с вами изготавливаем ручейника. После этого опять же не забываем наносим немножечко клей на нашу нитку. И вот удерживая нашу кисточку сзади, я здесь прохожу уже хорошо парочку раз. Все. Можно оставить. Как вы видите, у нас получилось вот хороший вот такой вот воротничок, который будет позволять еще дополнительно хорошо плавать нашему стримеру. И опять точно так же слева и справа уложим по щепоточке оленевого меха. Вот мы с вами изготовили слева, справа. Как вы видите, снизу только у нас меха нет, чтобы мог окунь видеть все наши раздражающие точки и по бокам. Значит, как вы смогли заметить, длины хвостика можно и длиннее было сделать, но это уже не столь принципиально. И обязательно, промазав хорошо клеем и промотав, мы, как вы видите, нитку перевели перед мехом. Чтобы удобнее было работать, сразу вам скажу, нить должна быть вот как можно короче, как вы видите, вот так подходить к нашему меху. И здесь она должна у нас остаться. Теперь переходим к самому основному. Мы должны с вами уже изготовить шарик. Прокрутить теперь уже более качественно наш мех. Вот на этом будем говорить так полсантиметра, что у нас осталось. И потом уже изготовим головку. Здесь не столь принципиально какая длина меха или же допустим его ширина или кончики. важно подобрать количество, чтобы мы могли за один раз выполнить вот хороший наш пышный шарик. А для этого я вам изначально показал вот кусочек шкурки, где я отрезаю мех шириной один сантиметр, ну или несколько может быть, больше одного сантиметра. И я отрезал вот такую щепотку, значит она приблизительно, я не могу вам сейчас так сразу сказать, где-то миллиметра полтора-два и на длину моего меха, на ширину моей вернее полоски эти полтора сантиметра, но может быть где-то толщиной почти как карандаш. Чтобы у нас не было никаких неприятных моментов, я сразу себе подготавливаю все для того, чтобы качественно прокрутился мех. Беру один раз мех слегка вот так подтягиваю, но ничего еще не прокручиваю. Никуда стараемся, чтобы наша нитка не ушла второй раз. И вот только после этого я могу спокойненько вот брать и отпускать уже свой мех, чтобы он у меня прокрутился на шариком на моем цевье. И самое основное не забываем вот потом его вот так слегка подтрамбовывать для того, чтобы наш шарик был симпатичным. все теперь смотрите я беру вот мы его прокрутили с вами проматываю вместе где мы крепили и сразу увожу нить к своему шарику. Годится. Ну здесь конечно можно еще маленькую щепоточку я конечно перестраховался чтобы потом можно было добавить совсем маленькую щепоточку так как вы видите вот шарик у нас немножко движется. Также его приложили к месту подхватили поджали и потом после этого начинаем прокручивать. Подровняем как нам его удобно и теперь уже можем опять же поджать как я вам и говорил теперь уже все у нас плотненько хорошо сидит ершик можем нанести клей на нитку и уже завершить и перейти к подстриганию. Вот мы с вами подстригли наш псевдо мадлер как вы видите он разный вот хороший вышел плотный достаточно шарик и в отличие от всех мадлеров я не подрезаю вот так ровно здесь головку делаю мне позволяет вот загиб нормально подсекать рыбу если у вас не позволяет значит можно вот так вот плоско ее подрезать оставить только верхнюю часть можно не шариком как вы захотите это уже на поимку рыбы никакой роли не играет и как вы видите у нас есть достаточный воротник который не позволит нашему стримеру утонуть так как хвостик у нас намокнет и за счет вот этого воротничка и этого шарика нашего из меха он будет у нас сохранять плавучесть своего рода будем говорить так поверхностный воблер поппер поверхностная хорошая приманка теперь самое основное что вы задаете вопросы я буду теперь уже более подробно вам показывать теперь что мелочь мелочей не бывает поэтому для того чтобы более качественно мы могли поставить глазки это вот у меня Рустам и Алмаз спрашивали я беру ставлю в удобное положение для себя крючок и маркером я стараюсь вот поставить точку где мой мех там где я буду делать глазки крепить перепроверюсь 10 раз посмотрю спереди посмотрю сверху так чтобы у меня оно никуда не уходило и вот у меня уже обозначенные точки и слева и справа там где мы будем с вами ставить глазки мы уже не ошибемся это по поводу вашего вопроса как лучше нам с вами установить глазки значит я вам у меня имеется фильм их достаточно много где я изготавливаю мы с вами изготавливаем вот всевозможные вот такие вот глазки поэтому можете использовать как покупные так и изготовить самим из вот этих блесточек теперь самое основное вы задавали вопрос как лучше Игорь Тяпкин уже показывал неоднократно как лучше ставить глазки поэтому я использую будем говорить так его подсказку и беру вот в точку где у меня мех я нанес своим маркером я хорошо вот прямо вот утрамбовываю до буквально самого цевья крючка наш клей ну понятно друзья мои без фанатизма так как точка должна быть достаточно культурной и в то же время не широкой все даем ровно буквально секундочку убираем так чтобы нам не мешал наш клей берем наши глазки и уже хотите с помощью иголки хотите руками это уже как кому удобно вот я буквально прикинул один глазик прикину сейчас можно и не ставить если у вас нет скажу честно это на результативность наших поклевок абсолютно никак не влияет вот мы с вами наживили наши глазки и теперь самый ответственный момент так чтобы у нас руки были достаточно не касались клея начинаем пока клей наш еще не схватился начинаем придавливать наши глазки и придавливаем до тех пор вот пока не почувствуем что мы как бы во что-то уперлись это вот тот клей и цевьё которое мы с вами подхватили подержали немножечко клей достаточно хорошо подхватывает поэтому нет необходимости в этом почему я обычно беру руками а не всевозможными допустим там иголочками или даббинговой иглой или еще какими-то приспособлениями все вот у нас вышла такая конструкция понятное дело что немножко нам еще нужно будет этот мех подстричь так как мы форму немного изменили но это и желательно так как нам желательно чтобы глазки наши сидели ну очень крепко и следующая тонкость это даже не секрет я беру лак лак я использую так как у меня имеется фирмы hands вы можете использовать любой прозрачный лак который имеется у вас для вязания мушек и после того как мы с вами закрепили глазки я беру наношу на глазки буквально по капельке чтобы вот нашу жирную вот эту пленку которую при поклейке нашего наших глазок ее убрать буквально капельку нанесли с одной и с другой стороны без фанатизма так как потом у нас форма глаз изменится вот и все подождем теперь пока оно подсохнет прихватится и окончательно подровняем уже себе нашу головку как вы видите здесь никаких вот таких вот серьезных моментов которые повлияли на сложность изготовления приманки нет все достаточно просто соблюдая последовательность вы для себя сможете изготовить но не одну такую поэтому я вам желаю удачи и до скорых встреч благодарю за внимание до скорых до скорых до скорых до скорых